В этом уроке мы рассмотрим простенький музыкальный плеер и что можно еще сделать с музыкальными файлами в этой замечательной программе Adobe H-Animate. Давайте рассмотрим, как я сделал вот такую вот кнопочку. Ее можно разместить где угодно, в вашем баннере, в вашем каком-то сайте и так далее. По нажатию на нее она как бы вот так прожимается, играет музыка и вместо значка Play появляется пауза. Если я нажимаю на паузу, музыка прекращает проигрывать. Переходим в программу Adobe H-Animate. Открываем новый проект. Перетаскиваем музыку. Но прежде чем сделать кнопочку, давайте немножко более детально рассмотрим возможности программы. Посмотрите, мы закинули музыкальный файл. Он у нас находится здесь. Как включать вы уже знаете. Так же, как его можно перемещать. То есть, например, у вас какая-то есть анимация, и вы хотите, чтобы музыкальный файл проиграл позже. Там, через, например, 10 секунд. Можно его просто переместить. И оставить там, где вы задумали. Давайте рассмотрим, какие есть настройки музыкальных файлов. Выделяем, значит, кликаем один раз по нашему музыкальному файлу. И вот здесь вот есть такой блок. Здесь вот написано volume, это громкость. Так же можно задать анимацию, чтобы музыка появлялась, например, от тихого к громкому. Есть чекбокс, вот, чтобы поставить птичку автоплей. Это будет, например, хорошо так, если вы хотите сделать фоновую музыку на сайте, на страничке. Ставите автоплей. И не нужно вам, например, никаких кнопок, а вам нужно, чтобы где-то на заднем плане играла музыка, да. И можете нажать Ctrl-Enter и посмотреть, у вас автоматически заиграет музыка. И не будет никаких кнопок управлять этим треком, да. Следующий пункт Loop. Это зацикливание музыкальной дорожки. Когда ваш музыкальный трек проиграет, он автоматически начнет играть сначала. И Preloader Audio. Тут по умолчанию стоит галочка. Ее всегда мы оставляем, не трогаем. Preloader, это как бы предзагрузка. Если, например, у вас файл большой музыкальный, должна, по сути, показываться какая-то полоска загрузки перед началом проигрывания музыкального файла. О Preloader мы поговорим позже, когда будем делать мини-сайт. Также программа Adobe H-Animate представляет свой плеер, то есть свои кнопочки. Включается это так. Идем уже в знакомую панель Off, On. Кликаем и нажимаем On. При этом обратите внимание, что вначале мы выделяем наш музыкальный файл, а потом его включаем. И обратите внимание, появляется вот такой вот плеер. Вы можете его как угодно перемещать, где угодно расположить. Также Ctrl-Enter и посмотреть тут плей. Можно перематывать, можно просто отключить громкость или чуть-чуть убавить громкость. Так, давайте рассмотрим тот пример, о котором я говорил в самом начале. Отключим наш плеер. Чтобы реализовать тот плеер, о котором я говорил, у нас имеется две картиночки. Перебрасываем в проект. У нас там задний план синего цвета. Это просто вот я выделил Stage и придал ему некий цвет. Соответственно, я вот так его уменьшил. И у нас кнопочки, смотрите. Ну, можно делать по-разному, но в моем примере они как бы друг на друге, да? То есть ставим сначала ту кнопку, которая у нас изначально не будет видна, там, где нам нужно. А кнопочку Play ровно ставим на нее. Чтобы посмотреть, встала кнопочка ровно или нет, покликаем по глазику. И видно, что у нас Play слишком уехал. Поэтому мы выделяем его и чуть-чуть наверх. Этого лишнего. Ну, наверное, вот так. Отключаем. Выделяем нашу вторую кнопочку, которая пауза. И на нулевом кадре мы ставим ему Off. В самом начале, если у нас музыка проигрывается по нажатию, мы ставим Stop. Дорожку немножко я отодвигаю. Дальше мы включаем нашу паузу. Включаем паузу. Соответственно, кнопку Play нужно скрыть. Поэтому мы выделяем ее и скрываем. Вот уже видно, как будет работать, когда я ползунок прокручиваю, да? Ну и, соответственно, ползунок ставим сюда. Мы скажем кнопке Play Играй. Вот с этого места нам тут нужен лейбл. Например, Лейбл 1. Скажем, Играй с лейбл 1. И он начнет вот так играть. Теперь выделяем наш Play. Кликаем напротив между скобочками. Выбираем клик. И уже знакомая процедура. Я тут подробно уже не останавливаюсь. Так, Play мы задали. Теперь задаем второй нашей кнопке. Также кликаем между скобочками. Клик. Стоп. Это мы нажали Стоп, чтобы возвратить в исходное положение. Но нам нужно еще отключить звук. Поэтому ниже ставим курсор. Выбираем аудио и, например, пауза. Потом Stage. Потом наш трек. Двойным кликом. Закрываем. И давайте посмотрим, все ли у нас получилось с Counter-Enter. И вот я уже допустил небольшую ошибку. По нажатию обратно на паузу у нас не возвращается кнопка назад. Идем кнопку 2 и вот здесь, где Стоп, просто я забыл поставить ноль. то есть мы говорим Стоп на нулевую отметку. Вот это шкала времени. Мы говорим Стоп на ноль. Тогда у нас будет эффект вот этой нажатой кнопки. Идем в браузер. Смотрим. Музыка играет у нас. И ставится пауза. Кнопка возвращается назад. Все нормально. Единственное только мы опять забыли поставить пальчик на ту и на другую кнопку. Теперь при наведении у нас пальчик. Замечательно. Вот такая прикольная продавленная кнопочка. А на этом я заканчиваю этот видеоурок. И увидимся в следующем. ПОДПИСЫВАЮЩИЯ